Ливан, Чаффи. По-моему, обязательно будет борьба. Посмотри конференцию по армрестлингу, фартфор, файтинг, кулачные бои. Там друг на друга бочку катят, но это все постановок, это шоу, но это интересно. Тут так не прокатит. Тут вся интрига найдет во время борьбы. Вот она! Многие там сейчас обсуждают, этот там школьник с кулбой, с бодибилдером, да? Но все, блядь, это смотрели, все это видели, все за ними следили. А насчет Бабаева и Леникова, я наблюдаю, что Леников не тренируется вроде. Мне бы нормально бабла дали, хоть с кем угодно дайте мне армфайт, с кем угодно. Вообще мне без разницы вообще с кем бороться. Отвечаю. Любая весовая категория, любой соперник. Герои нашего сегодняшнего выпуска. Юлия Качинска. Вадим Олейников. И Заурбек Ходлов. Сегодня с нашими героями, мы разберем такие вопросы как, нужно ли армрестлингу идти по пути кулачных боев, придаст ли это популярности нашему виду спорта. Порассуждаем о раскладе сил спортсменов перед предстоящим турниром ТОП-8. Поговорим о женском армрестлинге и о поединках в неспортивных соревнованиях. И о многом другом. Устраивайтесь поудобнее. Запасайтесь попкорном. А мы, начинаем. Ливан Сагинашвили и Дейв Чаффи. Многие наши подписчики пророчат легкую победу Ливану. И пишут, что грузинский Халк, как танк, проездится по своему американскому сопернику. И борьбы здесь ждать не стоит. А что на это скажешь, что Заурбек будет борьба? Ну да, я думаю, будет борьба, мне кажется. Ливан, Чаффи. По-моему, обязательно будет борьба. Потому что, ну, Ливан, все наблюдаем, что он в очень хорошей форме. И я думаю, это его пик, наверное. А когда человек на пике, он, наверное, уже не набирает настолько, как раньше. Так что я бы не мог сказать. Да, я думаю, все-таки будет там борьба. А насчет Бабаева и Олейникова. Ну, я не знаю. Я наблюдаю, что Олейников не тренируется вроде. Ну, если я не ошибаюсь. Не могу ничего сказать. Бабаев тренируется. Я думаю, Бабаев выиграет, наверное. Мне бы нормально бабла дали. Хоть с кем угодно дайте мне армфайт. С кем угодно. Вообще мне без разницы вообще с кем бороться. Отвечаю. Любая весовая категория. Любой соперник. Лишь вопрос в цене. Месяца сейчас четыре. Я с Ларатом бы спокойно вышел бы и пободался. От чего отталкиваться, я даже не знаю. Не могу точно сказать, когда это будет, что перенесут, кто в какой форме. Это так. Вот если бы спросили, допустим, вот завтра, я бы сказал поточнее. А так, я не знаю. Кто-то готовится, кто-то не готовится. Из-за пандемии бывают какие-то там отсрочки. Прудник Брестон. Ну, я думаю, Брестон выиграет. Дадикан Брезенг. Ну да, не знаю. Интрига. Интрига всегда бывает, наверное. Но мне кажется, Дадикан выиграет. Он очень крепкий парень. И сейчас, наверное, Дадикану намного интереснее и в приоритете выиграть, нежели Брестонку. Потому что у Брестонка уже вратный такой настрой будет. И возраст у него, наверное, уже не тот. С каждым годом, да, он силен и слабый. Но все равно, мне кажется, Дадикан выиграет. Припустим, если тебе сейчас поставили Дадикана. Тоже все понятно. Сейчас поставить Дадикана, он меня через стол перевернет. Сейчас. Ну да, он готовится к кому? К Джону, да, Брестонку? Да, да, да. Да. Петренко тоже там готовится к этому Римкусу, да, мне кажется? Да, с Римкусом он. Мне кажется, Рая выиграет Римкусу. Серьезно? Думаешь, Петренко не выиграет? Я думаю, Петренко его не почувствует даже вообще никак. Я думаю, Петренко его не почувствует. Нет, да, я тоже так думаю. Стоплайн. Кто же у нас самый известный спортсмен в армрестлинге? Многие там сейчас обсуждают этот там школьник, скулбой, с этим бодибилдером, да? Ну, все, блядь, это смотрели, все это видели, все за ними следили. Хоть один там школьник, но зато этот школьник самый популярный армрестлер в мире, можно сказать. Интересно, как там дела у Вадима Оленикова? И готовится ли он к турниру ТОП-8? Как дела? Ты не сдохли там вообще? Все ли у тебя нормально? Ты что? А мы разговаривали? Вот никто не общался. Мы спортсмены, мы есть товар. Нас продают. Ну, а если начали бестолковые какие-то, то что продавать? Тебе спонсор говорит, например, спонсор, который, ну, вот просто чувак, у которого куча бабла, вот, а он, а что такое армрестлинг? Когда ему приходят, показывают какой-нибудь, вот, там надо нам провести турнир, там, не знаю, по матоку. Ну, так посмотри, у меня подготовились. Там маток крутится, вертится. Это круто, красиво. И армрестлинг? Да, стоп, пока же. Я готовился, я занимался, да, я уважаю своего соперника, я уважаю его команду. Стол пока же. Я порвую была куски. Вот если бы было, вот как, сейчас я постоянно, вот, мне нравятся эти, там, смотрю, хардкор, файтинг, там, кулачные бои. Там друг на друга бочку катят, но это все постановок, это шоу, но это интересно. Ну, тут так не прокатит, тут вся интрига, она идет во время борьбы, во время соревнований, во время борьбы. Вот там идет вся интрига. Всем интересно смотреть, я не думаю, что это будет работать в армрестлинге. Да, в боях это работает, там, и раскручивают, и оскорбляют друг друга, и все, что угодно. А в армрестлинге нет, там на самом деле так и есть, все выясняйте за столом, кто сильнее, кто выиграл, тот и утвердился, вот и все. Ну, блядь, посмотри конференцию по армрестлингу. Все сидят, как будто они месяц не ели, не пили, все сидят. Щеки у них надутые. Ну да, ну да, я его уважаю, тот, и я его уважаю. В UFC, в боях, там, наверное, что-то другое, все-таки спорт разный вообще. Я думаю, если бы в армрестлинге оскорбляли друг друга ради хайпа какого-то, ну, тут так не прокатит. Но что выводы делать вам? А мы еще немного помучаем Заурбека вопросами. Как ты относишься к женскому армрестлингу? На твой взгляд, это зрелищно? Ну, по мне, женское армрестлинг это зрелищно. Я не знаю, как для других, но по мне это зрелищно. Я с удовольствием посмотрел в топ-8. Мне кажется, стоит внести в топ-8 женский армрестлинг, почему бы и нет. Это тоже интрига, это интерес. Почему бы и нет, да. Расскажи, как начинался твой путь в армрестлинге. Как я начал заниматься армрестлингом? Ну, давно, наверное, класс восьмой был. То есть я не ошибаюсь. Тетя домой принесла журнал. Назывался «Железный мир». Такой красивый, глянцевый журнал. И там увидел фотку своего брата. Ну, там была борьба, армрестлинг, фрагмент. Ну, я тогда загорелся, конечно. А для парня что тогда надо было еще? Носил в школу журнал этот, хвастался. Это мой брат, это мой брат. Наверное, это была мотивация для меня. Ну, и по сей день так, наверное. И я потихоньку втягиваться начал, стремился к этому. Хотел быть как мой брат. Тебе предлагали побороться на руках вне зала? Ну, да, конечно, предлагали. Раньше я никогда не отказывался. Потому что у молодого парня всегда такой кураж бывает. Выяснить, кто сильнее. Ну, в принципе, и время было другое. Тогда помоложе было. Поэтому боролись. Выясняли, кто сильнее. Но сейчас вряд ли я бы согласился с тобой побороться. Не, я не согласился бы. Нет, наверное, я не люблю работать с большими весами. Это так бывает мимолетно. Такой спортивный интерес какой-то бывает у человека. Хочется, ну-ка, на интерес. Сколько я подниму, люди же поднимают. А так в основном нет. Я не работаю с большими весами. Для меня качество важнее, чтобы я ощущал пользу какую-то. Во время подхода человек должен ощущать, что вот это работает, это надо. А с большими весами, ну, я не ощущаю этого. Я чувствую какую-то другую нагрузку. На сегодня все, друзья. Как всегда, максимальный репост. Лайки и комментарии. До нового выпуска. Для вас работал чемпион мира по пара армрестлингу Зинатулин Руслан.